МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Новый политический год только набирает силу, а политики уже наломали немало дров. Очередные назначения в обход главы государства, скандальный закон об ограничении вещания российских каналов, парламент зарегистрировал проект о денонсации соглашения о создании СНГ, спикер парламента пошел еще дальше и заговорил о желании потребовать компенсацию за так называемую оккупацию России и Приднестровья. Что за всем этим стоит и какие могут быть последствия для нашей страны? Сегодня поговорим с доктором права Сергеем Мишином. Здравствуйте! Добрый вечер! Начать наше обсуждение хотелось бы вот с какой темы. Последний соцопрос Ассоциации социологов и демографов показал, президент Республики Молдова Игорь Дедон остается безоговорочным лидером рейтинга доверия населения. С числа определившихся главе государства доверяют почти 53% респондентов. И это на фоне беспрецедентных вот этих манипуляций парламентского большинства, отзыву полномочий, возвращению полномочий. При этом, вот как показывает соцопрос, я процитирую Виктора Макану, представителя Ассоциации социологов и демографов. Он говорил, мы попросили членов фокус-группы ответить на такой вопрос, как вы считаете, какая форма правления лучше всего подойдет Республике Молдова? Так вот, за форму правления в виде парламентского режима всего 25 или 26% голосов. А вот за президентскую республику проголосовало практически подавляющее большинство. И всего лишь 7% за полупрезидентскую. То есть я увязываю результаты вот этой опроса по этому вопросу и, например, по результатам оценки доверия главе государства, что как доказательство того, что рейтинг доверия и личный рейтинг президента Игоря Дадона и рейтинг, точнее, желание граждан нашей страны видеть свою республику президентской говорит о многом, о том, что нынешний политический год должен стать решающим, наверное, потому что то, в какой ситуации мы сегодня находимся, не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно нужно поставить точку вот в этой бесформенности власти, чтобы у теневых игроков не было искушения больше менять и по своему желанию в нашей стране. Вот ваш комментарий, почему он до сих пор сохраняется таким высоким рейтинг доверия президента и желание граждан Молдовы перейти или перевести нашу страну на президентскую форму правления? Ну, рейтинг президента страны такой высокий по одной простой причине. Потому что президент начал работать. Президент начал работать не на свои какие-то личные амбиции или на свои какие-то нужды. Он начал работать для страны и для граждан. На этом мы видим по его поездкам по всей стране, когда он приезжает в село, он общается с населением, он не боится пойти в народ, он не боится пойти на рынок, пообщаться с людьми и услышать их заботы, услышать их проблемы, которые существуют. На протяжении, скажем так, 15 лет это ни один президент в Молдове не делал. То есть Игорь Николаевич первый человек за последние 15 лет, кто это начал делать. В этом рейтинге, вот вы правильно говорите, рейтинг президента вырос, но вырос не только рейтинг президента, но и его команды. Вырос рейтинг президентуры. Всегда рейтинг президентуры был на одном из самых низших ступеней, каких бы опросов ни были. На сегодняшний момент рейтинг президентуры поднялся, она из государственных органов находится на четвертом месте. Это тоже о многом говорит, то есть не только президент, но его вся команда работает в правильном направлении, ставятся правильные задачи. Это делается почему? Потому что люди, вот открыли общественные приемные, где советники президента принимают людей и слушают, общаются непосредственно с людьми. Раньше советники президента сидели только в своих теплых кабинетиках и даже не выходили на улицу. И советовали исключительно главе государства. Ну, они даже и главе государства не очень советовали, они просто доносили какую-то информацию, которую приносили им. Вот. Нынешние же советники выезжают в районы, нынешние советники опять-таки посещают всю республику, видят, какие есть проблемы. Поэтому вот работа, которая ведется сегодня со стороны президентуры и ведет к тому, что рейтинг постоянно увеличивается и держится на самых высоких полях. И, естественно, вот эти вот все потуги нынешнего парламентского большинства, как-то отобрать полномочия, как-то ударить не только по президенту, как лицу, но и по всей президентуре, то есть по всей власти президентской, она у народа вызывает недоумение. То есть они думают, что они решили какие-то свои 7-минутные вопросы. Но это далеко не так. Они, наоборот, этими действиями укрепляют их президента имидж и правильно делают, и слава богу, что они это делают. И второе, люди все равно видят, что президент не сдается, а идет вперед, несмотря ни на что. И люди знают, что в любой момент удачный, удачный, если у президента будет возможность как-то нанести ответный удар, у него появится дополнительная полномочия, появится какое-то временное пространство, где он сможет распустить парламент, где он сможет нанести удар этой власти, которая не думает ни о народе, ни о стране, он это сделает. И, соответственно, исходя вот из этих, то есть у нас люди не другие, граждане далеко умные, образованные сегодня, особенно имея доступ к интернету, самообразование может быть очень большое. И люди понимают, что если такой президент будет во главе государства, и народ его избрав, будет получать то обещанное, что было на предвыборной, а это видно по делам сегодняшним, то, естественно, они и хотят эту президентскую форму правления. То есть человек на предвыборной сказал, что он сделает, при президентской форме правления он это может сделать, а если он это не будет делать, с него можно спросить. Вот почему люди, сопоставляя вот эти все факты, то есть видя конкретные дела, и, соответственно, понимая, что если будет форма правления такая, это будет намного выгоднее и лучше для государства, республики Молдова. Ну, мы с вами знаем основу того, что лежит в основе, например, слова «демократия», власть народа. Но сегодня, как раз по инициативе демократов, обсуждается возможность включения внешнеполитического курса на Европейский Союз, исключения как от, ну, как одной из конституционных синтагм. Тем не менее, по этому вопросу, о котором мы с вами говорим, так вот, в области внешней политики, геополитики, как раз авторы исследований отмечают рост сторонников интеграции Молдовы в Евразийский экономический союз, как раз обратное тому, что, так сказать, провозгласила одна из парламентских партий. И, согласно этому вопросу, таковых вот желающих объединения Молдовы или интеграции Молдовы в Евразийский экономический союз порядка 42%. Сторонников Евросоюза по-прежнему мало. И если говорить, вот если говорить о НАТО, то на референдуме по вступлению нашей страны в Североатлантический альянс против проголосовал бы около 60%. Это тоже как раз говорит о том, о неприятии вот этого разворота нашей страны, разворота парламентским большинством строго на Запад. Ведь за вот интеграцию с НАТО всего лишь 20%, согласно этому же опросу. Остальные бы просто, наверное, проигнорировали, видимо, племисцит и, как бы, так сказать, проголосовали бы ногами. Что хотел бы спросить? Вот от чего, ну, в данном случае, смотрите, демократы сами себе, получается, как бы изменяют? Вроде бы в основе названия партии демократия, власть народа, а тем не менее, как бы, вот желание декларации самого населения отличается от того, что, в общем-то, продвигают сегодняшние демократы на политической арене Молдовы. Ну, вы знаете, я бы все-таки демократическую партию и демократию, эти два понятия, не отождествлял. По одной простой причине, по всем, по последнему году, 2017, если мы посмотрим, демократическая партия не сделала ни одного демократического шага. То есть, о чем я говорю? Тут не спрашивают народ ни о чем. Это первое, что не демократично. То есть, они и вот румынский язык в конституцию вводят, и евроинтеграцию вводят, и запретили пропаганду, внесли изменения. Хотя и международные институты говорят, что это не демократично. Но давайте мы с вами посмотрим. Вы журналисты, да? Вносят в аудиовизуал ограничения по СМИ, вносят цензуру. В какой демократической стране, тем более, если у власти демократическая партия, возможно, это нигде, никогда в жизни это не будет. И, естественно, все институты и все международные организации препятствуют этому всему. Демократы специально работают в угоду Евросоюза и США. То есть, они не мыслят и не смотрят на будет это хорошо для народа, не будет. Будет это хорошо для государства, не будет. У них есть поставленная цель, к которой они должны идти. Если они свернут с этой цели, они перестанут получать деньги от МВФ, они перестанут получать деньги от Всемирного банка. Соответственно, рухнет вся их идеология и вся их партия, что самое страшное для них. Поэтому, хотим мы, не хотим, мы должны с вами признать, что это тоталитарная партия, которая преследует чисто свои корыстные интересы. Не абсолютно не думая ни о народе, абсолютно не думая о государстве Республика Молдова. Потому что, где видано, чтобы по Республике Молдова бегали или по территории другого государства бегало там несколько человек, которые бы призывали к уничтожению этого государства, портили флаг, герб, как основные атрибуты государства, и при этом не несли никакого наказания, ни административного, ни уголовного, где бы есть призыв к объединению государства. Причем, мы с вами знаем, даже без опросов социологических, которые проводятся, если выйти сегодня на улицу и спросить, ребят, вы хотите жить в Республике Молдова или присоединиться к другому государству, все будут говорить о том, что мы хотим жить в Республике Молдова. То есть, сохранить собственную страну. Конечно, и развивать ее самое главное. Вот я сегодня вижу, что партия демократов абсолютно не хочет и не делает ничего для развития этого государства. Да, они там публикуют, что якобы подняли пенсию на 20%, подняли там еще что-то. Есть и какие-то экономические росты. Но как у него приходишь в магазин и не смотришь на население, что бабушки стоят у кассы и считают, копейки хватит им на хлеб или нет. Или как заходишь в медицинское учреждение и те же пенсионеры или малоимущие получают рецепты, которые им надо пойти купить в аптеке и ужасаются, потому что понимают, что у них таких денег нет. Да, пенсии не хватает. Да, не только пенсии, и зарплат не хватает. Извините, когда вы получаете коммунальные услуги сегодня, и население смотрит на эти счета и понимает, что 70% заработной платы им нужно отдать просто за уплату коммунальных услуг, как дальше жить. Вот где беда. А мы кричим, что вот Евросоюз — это хорошо, что мы объединимся там с Румынией, да, и у нас сразу зарплаты будут по 500-700 евро. Откуда этому взяться? То, что объединение будет с Евросоюзом, это не значит, что у нас будут сразу европейские заработные платы. Если бы у нас была развита экономика в стране, если бы у нас работали предприятия, если бы были рабочие места, если бы людям не нужно было уезжать из этой страны, у нас бы уже давно были европейские зарплаты, может быть, даже и выше. А правильно люди думают, что Евразийский Союз для нас намного выгоднее и ближе? Почему? Потому что это открывает рынок, потому что могут продаваться наши овощи, потому что может продаваться наше вино, наши сигареты и многое другое. Соответственно, откроются вензаводы, а это рабочие места, начнут платить заработную плату. Откроются стекольные заводы, которые производят, откроются иные предприятия, которые обслуживают всю эту инфраструктуру, для того, чтобы отправить ту же бутылку вина либо те же ящики с яблоками. Соответственно, люди получат работу, люди начнут получать выше заработную плату, станут лучше жить. Так скажите, идти нам в Евросоюз, не получая от них только гранты и кредиты, или идти нам в Евразийский Союз, где просто открывается рынок и начнут поднимать экономику страны. Что выгоднее? Люди выбирают то, что естественно будет выгоднее, то, что они могут остаться в этой стране, жить в своих семьях, получать нормальную, достойную оплату труда, при которой будет хватать на оплату всех коммунальных услуг, одеться, обуться и прокормить семью. Вот основные задачи у населения. У них больше требований, как таковых нет. То есть сегодняшняя картина нашей жизни, это получается власть грантаедов и угнетение тех, кто мог бы поднимать себя и свою страну посредством своего собственного труда. Я бы даже сказал, не только грантаеды. То, что они съедают гранты, это один вопрос. Меня в заботе другое, что они получают кредиты на государство, республики Молдова. Соответственно, государство должно эти кредиты возвращать под определенный процент. Соответственно, откуда их брать? Только с пополнения в бюджет. То есть с налогов. А налоги кто платят? Опять-таки мы, население или наши предприятия. То есть те, кто находится сегодня у власти, получают данные кредиты от МВФ, ЕБР и остальных, и Всемирного банка, они что делают? Они вешают эти кредиты в первую очередь на нас. Потому что завтра они уйдут из власти и, может быть, уедут из этой страны. А мы-то с вами останемся здесь и должны будем расплачиваться за это все. Вот где беда, вот где основная проблема. Потому что нам выделили грант, мы его возвращать не должны. Он пошел на ремонт дорог или на ремонт детских садов. Спасибо, да, это хорошо. А кредиты это совсем другие обязательства. А кредиты это совсем другие обязательства. И даже тот же договор об ассоциации с ЕС, где пишут условия, которые мы должны выполнять, и мы смотрим, что у нас начинают закрываться школы из оптимизации, потому что мы должны выполнить предписание ЕС. У нас закрываются медицинские учреждения и во многих селах закрыли медицинские учреждения и теперь им, чтобы оказать первую медицинскую помощь, нужно идти 10 километров. А это требования ЕС. Так к чему вот эти требования и зачем нам, что нам, как гражданам, приносит это в плюс? Я пока вижу только одни минусы от этой ассоциации. Понимаю. Ну, если еще, так сказать, поговорить о теме соцопроса, среди данных, представленных ассоциацией социологов и демографов, есть и такое. В частности, по теме избирательной системы. Большинство респондентов считают, что нынешняя введенная в избирательную систему, смешанная избирательная система, это лучший вариант для Республики Молдова. И Ехо обратил внимание, что даже практически, ну, так сказать, вал дебатов относительно того, что все-таки необходимо вернуться к старой системе, либо, наоборот, исключительно только к однобандатной, он как-то стих. То есть, для даже политического класса где-то понятней вариант смешанной избирательной системы, как один из таких, знаете, ну, не знаю, политика объединяющих систем, потому что мы уже, мне кажется, избиратели полностью разочаровались в партийной избирательной системе, потому что мы видим, как рождается такая политическая или партийная эмиграция, и одни депутаты под соусом того, что их политические, допустим, политическое мышление обрело некую не просто трансформацию, а наоборот эволюцию, и вот они перешли из одной партии в другую, хотя, в общем-то, если так посмотреть, платформы этих партий диаметрально противоположны, но, видимо, эволюция, она предполагает и подобное. Вот, в связи с этим интересен другой факт, мы скоро станем, так сказать, будем принимать себя в гостях делегацию Венецианской комиссии, которая, видимо, должно подготовить какое-то свое мнение относительно избирательного законодательства Молдовы. Вот, как будет согласоваться, на ваш взгляд, и визит Венецианской комиссии, и то, что граждане Молдовы убеждены, что смешанная избирательная система, это то, что сегодня необходимо нашей республике? Я вам скажу так, то, что смешанная избирательная система нам давно уже необходима в республике Молдова, это мое мнение, причем ее нужно было вводить еще лет 20 назад. Объясню, почему, потому что вы правильно сказали, вот эта миграция, партийная, депутатская, которая произошла, и эта эволюция, но есть еще один момент, при партийной системе выборов у нас глава партии, во многих партиях, я не скажу, что во всех, но во многих партиях, только он решал, кто будет попадать в список. Ну, и вы сами понимаете, что многие из тех, кто попадали в тех списках, попадали по определенному еще и условиям, то есть дай нам выборную кампанию, дай финансирование на то, это вариант демократического централизма. Но этот факт был, и естественно, с этим нужно было бороться. Второе, что люди, когда видели партийный список, ну, давайте так, они первых 20-30 человек еще, может быть, как-то запоминали, а остальных 70-71 вообще даже не знали, кто это такие, откуда, и фамилии их не помнили. То есть, эта система нужна была. Почему это выгодно было партии социалистов? Во-первых, потому что нужно было все-таки разрушить вот этот ментальность, вот эту менталитет, который выстроен был до 2017 года однопартийности. И второй момент, ну, давайте вспомним с вами выборы 2014 года. Когда партия коммунистов пошла на выборы, и рядом быстро, очень срочно зарегистрировалась партия коммунистов реформаторов. Так называемые спойлеры. Это такой спойлер был, который, вы знаете, я вот в 2014 году следил за рекламой и предвыборными лозунгами, дебатами. Я нигде не видел, ни на одном канале, я не видел ни одной газеты, ни одной статьи, ни одного даже там, какого-то бумажки, да, с записью партия коммунистов реформаторов. Ну, нигде. То есть, они на предвыборную кампанию не потратили ни копейки, и при этом набрали 5,6%. Вообще неизвестный. Почему? Ошибка людей. ПКРМ, ПКРМ, Р. Понимаете? И люди, и знак один и тот же. Догадываясь, да, что у власти сегодня демократической партии, и демократично таких бы спойлеров появилось, не только бы у партии социалистов, а у любого соперника, у тех же ПАС, у достоинства и солидарности, и иных партий. То есть те, которые бы соперничали с демократической партией, появились бы такие спойлеры, соответственно, могли быть забраны голосом. Просто автоматически. И партия, которая реально по всем соцопросам, по всему получает большинство в парламенте, могла получить в три раза меньше только по этой системе. При смешанной системе это нереально, потому что только 50 человек избирается по партийным спискам, а 51 по одномандартам. То есть те партии, которые не имеют своих личностей, конечно, не пройдут. И они, конечно, не согласны. Но как может наша партия или партия Шора, чем они занимаются? Одни с рублевки кричат, что вот надо бороться с олигархами и больше ничего, ну и голодуют еще, да, и больше ничего не делают. Вторые открывают социальные магазины и покупают своих сторонников за счет социальных карточек. конечно, у них нет лидеров, конечно, у них нет нормальных людей, которых можно по всем округам выставить, их это не устраивает. Конечно, Майя Санду бегает везде и знают только ее одну, а ее сторонников, ее членов партии практически никто по фамилии на лицо даже узнать не может. Естественно, они попали. Региональное лидерство для них... Да, конечно, они кричат, что нам нужна партия, потому что я вот буду личность как лидер партии, меня знают все, а уже дальше все, кто сзади меня не важно, за меня все равно проголосуют. Им, конечно, невыгодна смешанная система, поэтому они все-таки кричат. А Венецианская комиссия очень интересна, да, эксперты приезжают сюда проверить, как Молдова выполнила их рекомендации. Вы знаете, я таких случаев не помню. Что такое Венецианская комиссия? Это юридический орган, который проверяет определенные законопроекты и дает свои рекомендации. Но мы независимое суверенное государство. Мы можем эти рекомендации принять или не принять. Это наше личное право. А тут Венецианская комиссия едет проверять, как мы выполнили их рекомендации. Извините, это что, проверяют работу над ошибками? Или что? Вот этот сигнал очень интересный. Даже если эксперты проверят, и даже если скажут, что вот что-то, ну, допустим, сделано не так, как они рекомендовали, так это прямое вмешательство в внутренние дела нашего государства. Они не имеют это право ни согласно своим регламентам не согласно общей европейской демократической норме. То есть, для меня до сих пор загадка, для чего эксперты Венецианской комиссии приезжают в Республике Молдова, по чьему приглашению, вот это тоже немаловажный факт, и какие они рекомендации еще могут дать на тот закон, который уже принят почти год и действуют. Тем более, если они даже скажут, что мы не выполнили все рекомендации, и желательно бы его отменить, то как тогда действовать с их рекомендациями, что за год до выборов нельзя ничего менять? Будут сами себе противоречить? Тоже нелогично. Поэтому их приезд, я думаю, что спровоцировали какие-то внепарламентские партии, даже, может быть, под давлением каких-то европарламентариев, которые говорят, что вот мы разберемся с Кровом-2, мы разберемся с тем, что творится в муниципе Бельц, то есть вот под этим давлением и сформирована вот эта группа экспертов, которая приезжает сюда. Но это бессмысленный пшик. То есть, во всяком случае, те или иные заявления, которые будут, которые прозвучают после этого визита, я думаю, та или иная партия захочет использовать, потому что в данном случае, смотрите, ведь так уже как-то у нас стало привычно, что мы всегда киваемся. Вот Еврокомиссия посоветовала, Евросоюз порекомендовал. Венецианская комиссия, в конце концов, смотрите, едем тестировать наши законопроекты на соответствие чему? Опять каким-то евростандартам. Но ведь насколько все это отвечает евростандартам, даже вот как вы отчасти ответили, вот визит делегации Венецианской комиссии беспрецедентен. Здесь, получается, мы находимся под неким внешним управлением. Таким образом, приезжают эксперты проконтролировать, как нам удалось провести в жизнь то, что было рекомендовано. И если что-то не так, то получается новые рекомендации. И вот здесь действительно у нас получается, самой же комиссии получается такой, знаете, тупиковый ход. Вот вроде как есть рекомендации, а что рекомендовать, использовать эти рекомендации, даже рекомендовать их сейчас на последних, ну еще не 100 метровки, но очень близких к этому периоду, менять что-либо в избирательном законодательстве категорически нельзя. Ну, вы знаете, то, что двойные стандарты могут быть использованы в Молдове, мы это видим полтора года последних, и меня не удивит, если пойдут на это, но завтра придумают какое-то обращение в Конституционный суд, и Конституционный суд очередной раз вынесет, ой, вы знаете, вот этот пункт не конституционен, будьте любезны, господа парламентарии, измените, а так как есть большинство, мы его изменим. Но, вы понимаете, вы сказали про внешнее управление. Очень немаловажный факт, который вы задели. Почему? Потому что вот как раз то, что они сейчас хотят внести в Конституцию, евроинтеграцию, да, это идеология партии, что запрещено, но с другой стороны, при внесении европейской интеграции в Конституцию, есть еще вторая часть, международная часть, мы делегируем часть прав Евросоюзу на управление Республики Молдова. И вот к чему это может привести. То есть, мы не только должны рассматривать это на уровне идеологии, которая вносится, и что с этого пути будет невозможно свернуть, пока мы не изменим этот пункт Конституции. А это еще и делегирование части, полномочий. То есть, вы понимаете, я вижу одну простую вещь, что у нас потихонечку наше государство пытаются разрушить, наше государство пытаются передать в управление иным институтом. Кто-то пытается европейским, кто-то пытается румынским. И у меня, как у гражданина теперь, не юриста, вопрос. Ребят, вот кто-то кричит, вот есть там 7% унионистов, у нас 7-10 их, а национальных меньшинств 25. И вот хотят запретить русский язык, на котором общается 25%, эти 7. Если вам так плохо живется в Республике Молдова, ну возьмите вы и едьте, вы живите в Румынии. Но если вы хотите с ней объединиться, вам там хорошо. Но едьте, вы живите туда. Но если кто-то хочет жить в Европе, им нравится вот Европа, Европейский Союз, все, ну соберитесь и поедте, живите туда. Кому-то нравится США, едьте, живите там. Давайте вот оставьте здесь тех, кто хочет жить в Республике Молдова. И кто хочет именно развивать эту страну, кто хочет, чтобы Молдова была целостным государством. Вы поймите, если завтра уедут вот эти унионисты в Румынию, эти евроинтеграторы в Европу и в США, и Приднестровье объединится с нами. И будет развиваться эта страна. И наконец-то останутся те граждане Республики Молдова. Это будет где-то около двух миллионов, может быть, миллион восемьсот. Но истинных патриотов этого государства, которые захотят жить здесь, развивать это государство, не отдавать никому какие полномочия и просто смотреть так. Республика Молдова единое независимое суверенное государство. Нам выгодно стратегически с Еврозесом, нам выгодно стратегически с Евросоюзом. Значит, заключаем определенный договор с Еврозесом, становимся наблюдателями, не важно, да, мы начинаем с ними сотрудничать и заключаем договор с Евросоюзом. Да, мы просто смотрим, чтобы эти договора не налазили друг на друга и не противоречили. Но оба договора должны существовать, это нормальное явление, если это позволит поднять уровень жизни населения, экономику государства и нормально работать и существовать этому государству как независимому, почему не пользоваться обоими струями? К тому же есть хорошие примеры. Вот я сейчас вспомнил Беларусь. Беларусь прекрасно торгует со странами Евросоюза, при этом мы сами с вами знаем, что она довольно мощно представлена в Содружественном и Независимом государстве, активно работает в евразийском экономическом сообществе и в особых каких-то противоречиях не находится между Евросоюзом и с ЕС. И что хочу сказать, что мы все наслышаны об этом китайском проекте «Шелковый путь», новый «Шелковый путь». Китайцы внимательно изучают ситуацию в Восточной Европе выбрали именно Беларусь в качестве такого мощного хаба, куда сливаются или сходятся все железнодорожные пути, накапливается огромное количество китайских товаров, при том сегодня уже мы сами знаем, что произведено в Китае это не знак равенства с словом ширпотреб. В Китае производится практически сегодня вся высокотехнологическая продукция мировая, много одежды, много обуви, ну практически если не большинство всего, что происходит процентов 90 всего производится в Китае сегодня. мировая кузня, как уже принято говорить. И я понимаю, почему мы никак не рассматриваемся, сколько границ надо проехать тем поездам, автотрейлерам, которые должны, а здесь всего лишь две, китайская, российская, и все, и там белорусско-польская. Нет, я с вами немножко не соглашусь, мы бы рассматривались, на уровне этого шелкового пути, если бы все-таки было нормальное правительство и была четкая политика государства. Вот Белоруссия именно рассмотрена с точки зрения, что, как вы правильно заметили, они и с Россией, и с Таможенным Союзом, и с СНГ, и с Евразесом дружат, они дружат и с Евросоюзом, и с Восточными странами, и с Арабскими странами, то есть они со всеми дружат. Они ни с кем не ссорятся. У них есть четкая внутренняя политика и четкая внешняя политика. У них нет перекосов, либо мы только с Евросоюзом, либо мы только с Россией. Вот почему еще вот люди, вернемся к началу нашего разговора, сегодня доверяют большинству президенту страны, потому что он промолдавский. Он говорит, что мы должны дружить и с Россией, как стратегическим партнером, и с Европейским Союзом. Вот если у нас установится президентская форма правления, и вот этот посыл и этот позыв все-таки выйдет на первое место, что мы дружим со всеми, не надо нас делить и шатать, вот мы есть Молдова и дружим со всеми, то я вам скажу, что китайцы с их же шелковым путем будут вполне рассматривать нашу территорию. А это будет экономически для нас очень выгодно, потому что это привнесет сюда и рабочие места, и финансы, и многое другое положительное. Поэтому я бы... Прежде всего, наверное, стабильность. Да, и вот если у нас будет четкая политика, с кем мы, что мы дружим со всеми, а не бросает нас шарахает непонятно куда, и еще вот прыгают некоторые товарищи в эфире, предлагающие бутылку вина, выпить унирии, и это... Знаете, у меня такое ощущение, что румынский цирк уехал, а один клоун здесь заблудился. И вот он уже лет 20... И тут под шофе. Да, и 26... Ну, вы знаете, вот очень жалко, что когда ты избираешься в депутаты, не нужна справка от нарколога в данном случае. Вот я думаю, что у нас бы один товарищ точно не прошел бы. Вот понимаете, когда идет вот такая политика, они же тоже китайцы не дураки. Вы правильно сказали, они высокотехнологично оснащенные. То есть, вбить в гуглик, что здесь происходит, и посмотреть вот заявления таких, тем более, которые были исполняющие обязанности президента этой страны, то, вы знаете, я бы, допустим, на месте Китая с их инфраструктурой и мощью пока бы засомневался, нужно ли мне работать с этой страной. Ну, это мы и наблюдаем. Сомневается Китай. Могу уверить вас. И последний параметр, который мы хотели бы обсудить, параметр из этого опроса, который я привел сегодня. Так вот, за партию социалистов на предстоящих парламентских выборах хотят голосовать 50,4% из числа определившихся. Это очень достаточно значимое, потому что, ведь понимая, или зная долю неопределившихся, людей, которые готовятся к выбору, мы понимаем, что этот процент может значительно вырасти. И что еще хотелось? Согласно итогам, ведь смотрите, другие партии идут с более чем двойным отрывом. Вот вторая в очереди, ну, партия действия солидарности, там всего 24% избирателей готовы голосовать за эту партию. Пятикратный отрыв от социалистов демократическая партия, там всего лишь 10,6%. Остальные партии бы даже не преодолели избирательный порог. То есть там и рассуждать сложно о будущем этих партийных организаций. Вот вопрос, надо ли партии социалистов, обладающие сегодня таким рейтингом доверия, таким процентом, высоким процентом избирательских предпочтений, рассматривать возможность формирования какого-либо там союза будущего, коалиции возможных или еще. Есть ли смысл, обладая таким мощным вотумом доверия, народным вотумом доверия, думать о том, что нам необходимы какие-то возможные коалиции для формирования там, не знаю. Вы знаете, вот смотря со стороны, я не очень доверяю вот таким соцопросам, но за последние полгода, если посмотреть вот эти социологические опросы, заказные, не заказные, проведенные местными, румынскими, американскими, российскими, различными соц организациями, мы видим одну тенденцию. Партия социалистов во всех соцопросах имеют свыше 50%. Как ни крути, это везде так. Поэтому, даже исходя из ваших цифр, которые вы привели, мы можем видеть следующую картину. 50% у них есть. Это бесспорно. Есть еще 25%, как минимум, это неопределившиеся. То есть, если правильно провести политику, если они будут вести политику, ту, которую ведут сегодня, то есть, борьбы за государственность республики Молдова, борьбу за население, за то, чтобы росло благосостояние населения, и эти конкретные действия, как мы видели, и 2015, и 2016, и 2017 год будут проводиться дальше, а я уверен, что они будут проводиться дальше, то эти 25%, которые из неопределившихся, ну, давайте скажем, не все, но процентов 15 стабильно отойдет еще и к ним. Я поспорил бы с одной только здесь цифрой, это с цифрой демократов на уровне 10%, вот это вот надувная, я думаю, что демократы сегодня имеют процентов 7, не более, за счет админресурса, но она будет более правдивая, потому что, имея вот эти 6-7% сегодня рейтинга, сколько у них есть, плюс админресурс, они могут набрать 10-12%, тут вот как бы исходя из этой точки зрения, оно правильно, поэтому партии социалистов нет никакой необходимости не думать, и я думаю, что после выборов и не будет этой необходимости думать о создании какой-либо колец. Зачем? Если они сами берут большинство, если у них будет где-то на уровне 54-60 мандатов, они спокойно сами могут формировать правительство, они спокойно сами могут нормально уже сотрудничать с президентом, будут работать все две ветви власти, законодательно-исполнительно на уровне парламента и правительства воедино, а президент как раз станет тем арбитром, сдержек и противовесов между ними. Не нужны коалиции. Даже в обозримом будущем ставки, и я думаю, больше чем уверен, что социалисты сегодня ставят основную задачу минимум удержать тот рейтинг, который сегодня существует, максимум вот этих 25 неопределившихся перевести на себя. И они добьются этого своими делами, своими поступками, своим отношением к людям. Самое главное это отношение к людям. Это единственная партия, которую я сегодня видел и знаю, не потому, что у них внутри партии. Да, я выхожу на улицу и спрашиваю у людей. Люди говорят, ой, вы знаете, к нам приходили, ой, вы знаете, с нами беседовали, ой, вы знаете, вот к нам приезжали в село и с нами говорили. Понимаете, кто? Представители партии социалистов, представители партии социалистов, депутат партии социалистов. То есть, они ездят, они ездят по всей стране, они общаются с людьми, они пытаются решить какие-то проблемы и вопросы людей. Эта работа будет продолжаться в любом случае. Вот беда наших всех партий, особенно, которые были у власти, что они не вели такую работу постоянно, они вели такую работу только за полгода до выборов. Вот отличие партии социалистов и почему она так долго держится в рейтингах на высоких позициях, в том, что они эту работу ведут не только в предвыборные полгода или год, а постоянно. Вот нас выбрали, а мы дальше продолжаем работать. И это принесет успех, и это показывает сегодня, конечно. Времени немного осталось, хотелось поговорить еще по целому ряду вопросов. Сергей, ваш комментарий. Парламент планирует рассмотреть постановление о выходе Молдовы из СНГ. Проект о динонсации Молдовы соглашения о создании Содружества с независимым государством зарегистрировали депутаты от либеральной партии. По версии авторов проекта, Российская Федерация неоднократно нарушала соглашение о создании СНГ. Либералы считают, что это проявилось и в поддержке Приднестровья. Как там у них звучит, так называемая военная агрессия против Республики Молдова в 92-м году, оккупации, в аннексе части территории суверенной. Даже Украину сюда причислили. Вот ваш комментарий вот этого шага либералов. Это получается предвыборный пиар или может быть уже такое, знаете, настойчивое расшатывание взаимоотношений двух наших стран? Вы знаете, я это бы назвал охарактеризацией. То есть, если бы это делала Демпартия, я бы назвал либо пиар, либо расшатывание взаимоотношений. Со стороны либеральной партии я это назову, скажем так, ну, чтобы в эфире красиво выразиться, большой глупостью. Потому что все-таки нельзя взаимоотношения с Россией нарушило позиции и договор СНГ. Ну, давайте так, если вы хотите поссориться с Россией или Россия действительно нарушила какие-то позиции по отношению к Молдове, разорвите межгосударственный договор 2001 года между Молдовой и Россией. Причем здесь СНГ. То есть, вы видите, какой конфликт происходит сегодня между Россией и Украиной. Но я что-то не слышал ни одного законопроекта или еще чего-то, чтобы Украина вышла из состава СНГ. Ведь в СНГ входит не только Россия. Там же 15 стран. Да, мне кажется, в Украине понимают, что то, что происходит на востоке этой страны, это все-таки не конфликт между Украиной и Россией. Это они говорят так. А на самом деле они понимают, что это у них конфликт внутренний. Да, я имею в виду, даже если взаимоотношения, как Украина говорит сегодня, что вот Россия оккупанты, забрали у нас Крым, собираются забрать Донбасс, Луганск, но они не выходят из СНГ. Что Россия сделала плохого для Молдовы? Эмбарго поставила? Так извините, вы закрываете российские каналы, вы выдворяете отсюда журналистов, вы выдворяете отсюда дипломатов, вы не пускаете сюда граждан Российской Федерации. Она должна молчать, глотать и говорить, да, вы молодцы, хорошие, красивые. Вот, пожалуйста, последнее заявление господина Филиппа. Как так могла Госдума вынести такое решение, посоветовать первому каналу и другим каналам, которые транслируют на территории Республики Молдова, прекратить все взаимоотношения и разорвать контракты? Это повлияет на двухсторонние наши отношения, они... Подождите, господин Филипп, а сколько вы сделали до этого персонального грата вице-премьера и так далее. Я сейчас могу перечислять этих за последний только год, сколько действий против России сделаны, а они только заявление приняли в Госдуме сейчас, год терпели. Так, извините, кто рушит эти взаимоотношения между нами и Россией? А по поводу Приднестровья, вы знаете, этот конфликт не закончится никогда, пока есть вот такие люди, как ГИМПУ, пока у нас во главе парламента есть господин Канду с его заявлениями, что нужно оккупацию, признать, что оккупацию, взять компенсацию за то, что 25 лет находились военные на территории Приднестровья. Более того, компенсацию за то, что была Молдова в составе СССР. Здесь кто у кого должен компенсацию требовать? Господин Канду забывает две вещи, как минимум, сделая такие заявления. Первое, это то, что завтра Россия, потому что все деньги, которые на инфраструктуру Молдовы выделялись из российского бюджета в составе СССР, потребуют вернуть, и если они посчитают, сколько стоит миротворческая программа на территории Молдовы, потому что есть миротворческие силы, так извините, Молдова должна будет в 15 раз больше, чем может потребовать Молдова от России. Он вообще думает, мы, Приднестровье, никогда не решим вопрос, пока будут такие силы находиться в Республике Молдова. И на сегодняшний момент президент начал движение по регулированию этого конфликта. Мы видели много встреч, которые, кстати, раньше тоже не было. мы увидели уже заявление по поводу решения номеров, то есть автотранспортно для Приднестровья. Мы увидели уже заявление по поводу того, что, скорее всего, будет упрощено получение гражданства для граждан Приднестровья. Шаги уже пошли делаться. Так вот, я очень хочу, чтобы наши выборы состоялись правильно, чтобы вот эти все действия не были разрушены такими людьми, которые сегодня делают заявление. Вы понимаете, вот тот же Гимпу и тот же Канду, делая такие заявления, они не только портят с Россией взаимоотношения, они разрушают и наше общество внутри. Даже по тому же русскому языку, то, что выступил господин Гимпу, мы только начали налаживать элементы, мы только начали объединять наши национальные меньшинства и пытаться их интегрировать в наше общество, в гражданское общество, что, кстати, предусматривает куча конвенций. Он выходит с этим заявлением, причем в этот же день ПАСЭ принимает резолюцию о том, что надо защищать национальные меньшинства и развивать их языки на территории любого государства, стран, ЕС, и, которые заключили с ними соглашение, а он выходит и пытается сделать запрет. Зачем рвать общество на части? Это одна из провокационных составляющих либеральной партии. Сергей, спасибо вам за ваш взгляд на состояние сегодняшней политической жизни, на этот старт предвыборного года или выборного года и за этот анализ. Я думаю, что мы неоднократно вернемся и договорим с вами то, что сегодня не успели, то, что хотелось рассказать нашим зрителям. Подготовимся и обязательно будем вас ждать в нашей студии. Спасибо вам за приглашение. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор права Сергей Мишин. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. «Персональный акцент»